Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в новый планетарный бой Лаборатория Времени в игре Космические Рейнджеры 2. Самое главное, на этой карте есть пингвины, и больше мне от этой карты ничего не нужно. А вон одинокий пингвин сидит на айсберге. А еще если посмотреть вот так, видно красивое небо, с луной, звездами и всем таким. Здорово, правда? Итак, по стратегической части нам дается в начале задания 6 медленных роботов. Не забудьте захватить вот этот завод и ближний с ним. Есть еще один малозаметный завод вот здесь, нужно тоже про него не забыть. Что я бы хотел сделать? Я бы хотел начать против часовой стрелки, хотя бы захватив базу Тирона. Потом можно будет хлынуть внутрь комплекса и взяться за Блазера. А Келлера выбить уже соединенными силами, давайте так и поступим. Карта в целом ситуативная, Тирон может сейчас запросто хлынуть вот в эту вот боковину, а не в середину комплекса. И это будет немножко более печально и замедлит тем самым прохождение карты. Но посмотрим. Зависит от рандома. Сейчас они сражаются за вот эти вот заводы. Кого, вижу, не хватает в отряде, не хватает в отряде ремонтника. Вообще на три вещи можно смотреть бесконечно. На текущую воду, на горящий огонь и на то, как роботы на пневматике шевелят своими поршнями. Два завода захвачены. Не забудем здесь построить лазерную турель. Иногда противники наглеют и перехватывают этот ближний завод. Что видим здесь? Видим, что Тирон куда-то уехал. Это наш шанс быстро его перехватить. Только нам нужен бы кто-то посерьезнее того, что нам дали в начале. Например, вот такой знакомый вам робот с фаерволом, двумя плазмоганами, разрядником и ракетницей. В целом, не помню, что именно вырабатывается на этих заводах, но, конечно, чем больше вы контролируете, тем лучше для вас. Эти роботы на поршнях идут гуськом друг за другом, потому что проход очень узкий. И, кстати, именно по этой причине в узких проходах здесь могут, как и на большинстве зимних карт, работать огнеметчики. Ракетницу я здесь строю, она может пригодиться тоже. Они там пока просто стоят, чего-то ждут, не знаю, чего именно. Но, тем не менее, я жду, вот, например, боевого робота, который подъедет. Возможно, они, кстати, хотят начать наступление на позицию Тирона. Если они сейчас сцепятся друг с другом, это хороший вариант. Они мне все значительно упростят. Боевой робот тащится в самом конце, а жаль, он бы мог отключить легкую пушку. Или отключил? Или кто-то отключил, не знаю. В общем, как было дело, но, тем не менее, идем на этот завод. Никого не ждем. Здорово, что они сцепились друг с другом, это значит, мне не придется все это убивать. Становимся как-то вот так. Отлично. И можно браться за следующий участок, только сначала нужно расстрелять то, что он здесь отстраивает. Он совершенно в наглу идет на нашу позицию, становится туда, и они ни по кому не стреляют. Нужно это дело срочно прекратить, уничтожив вот эту вот оборону его. И остается ее все меньше. Здесь какой-то рандомный киллер что-то пытается сделать. Пускай он за нас разобьет эти легкие пушки. Или попробует, по крайней мере, это сделать. Вообще, я бы его встретил, потому что неприятный, неприятный тип. Смотрите-ка, он тоже целится по нам из плазмогана. Он идет захватывать тиранский завод, но он не сможет. И нужно уже как-то пронести эту оставшуюся оборону. Иначе ее за нас келлер пронесет. Жаль, что приходится сейчас воевать на две стороны. Это может нам сделать плохо, если мы останемся без ремонтника. Так и случилось. Идем срочно перехватывать базу. Иначе, если здесь достроится террон, нам уже будет плохо. Отлично. Здесь теперь надо закрепиться. Восполнить потери в отряде. Вижу, ползает хеллер. Куда именно, вот вопрос. Ползет наверх, ползет не один, а с огнеметчиком. Нужно это срочно прекратить. А, он идет нам помочь отбить вот эту вот тяжелую пушку. Хотя непонятно, что он именно пытается сделать. Нет, скорее всего он пытался захватить наш завод. И, кстати, он подал мне на самом деле хорошую идею в том плане, чтобы отбить самому эту тяжелую пушку. Давайте так и сделаем. Думаю, теперь настало самое время самому хлынуть внутрь комплекса. Пока там они не закрепились. Отлично. Легкая пушка зак... Ой, тяжелая пушка заканчивается. И можно присоединяться к основным войскам. Кто там нас атакует? Вот, случилось то, что я и говорил. А приперся он перехватывать тот завод. Вывить его помогут пара роботов с пушками. Лазерной турели почему-то не хватило все-таки. Новый робот построен. Ну что же, отправляемся. А пока он занимается нами, мы займемся им. И нужно было укрепить наши позиции от какого-нибудь случайного влазера. Ну, как-то вот так. Хлынем вниз. Что здесь происходит за рукопашное действие? Непонятное для меня. Очень странное. Понятно. Понятно. Сразу три легких пушки. И даже у нас не заканчивается робот, который, казалось бы, мог. Огнеметчик идет в узкий проход. Если он сюда дойдет, будет плохо. Поэтому нужно срочно его встретить. Самое главное его увидеть. Если вы его увидели, это, можно сказать, залог победы над ним. Здесь остался кейлерский завод, который я то ли забыл захватить, то ли что, не ясно. Но самое время это сделать. И приближается к блазеру. Нужно будет чем-то его сейчас встретить. Непонятно, куда он именно идет. Он идет в проход. Отлично. Нам же лучше. Сюда бы огнеметчика, но нет его пока что. Захвачем завод противника. Жахнем, чем есть. Из всех орудий. Отступим вглубь комплекса. Там сейчас построится ракетница. И есть дружелюбная лазерная турель. Очень дружелюбная. Отлично, отлично. Удалось нам это. Что происходит здесь? Здесь происходит все то же самое. Они копят силы у моей базы в надежде ее захватить. Нельзя им это позволить сделать. Будем их сейчас выбивать отсюда. Новый робот построен. Здесь мы перехватили. Хорошо. Чини давай. Не валяй дурака. Все. И можно уже выдвигаться на блазера. Захвачен как это? Кем? А, опять случайный кейлер пришел сюда и... Сделал свою грязь. Ясно. Ну ничего, мы тоже сейчас небольшую оборону тут сделаем. В принципе, большого сильно он... Хаоса там не создаст. А вот пойти на блазер будет весьма приятным. Потому что нам и в начале задания говорили, что... Блазер это один из самых опасных здесь противников. Отлично. Перехвативаем мы в итоге завод. Видим, здесь курсирует кейлер. Можно даже попробовать его оттуда выбить. Главное не прозевать огнемячика, который мог бы прийти. Может быть, три робота с пушками здесь будет мало, поэтому... Я подожду до еще одного. 195. Значит, ждем. Здесь едет опять-таки большая толпа. И справимся ли мы с ней? Хороший вопрос. Они с огнеметами. Надо отступать. Если их убьем на подходе... Все, отлично. Отлично, отлично. Тогда продвигаемся вперед. Вот сюда. А здесь вышел кейлер. И я очень удачно сюда пригнал своих роботов. Собственно. В итоге мы его здесь успешно расстреливаем. Сюда подкрепление. Здесь тяжелая пушка нам мешала. Мы ее сняли. Отлично. Сейчас перехватим завод и продвинемся дальше. Вот, отлично. Качество против количества работает. А-а-а. Это подкрепление выдвинулось захватывать кейлерский завод. Отлично. Смотрим сюда. Здесь все хорошо. Продвигаемся. Блазер осталось недолго. И снимаем две оставшиеся легкие пушки. Отлично. Готово. Видимо, опять кейлер там бесчинствует. Я просто пока не посмотрел. Да, это кейлер бесчинствует. Напал на беззащитный завод. И перехватил его. Ну ничего, сейчас мы это быстро прекратим. Робот готов. Базу крыльцовый робот захватил. Прекрасно. Захватил робот построен. Сейчас ударим нашими объединенными силами по кейлеру. Здесь его тоже уже ждет второй мой отряд. И вперед. Здесь стоит ракетница. Поэтому я бы сюда пока не спешил. А вот тех, кто сидит в центре, можно попробовать перехватить. Чтобы они не тормозили нам, так сказать, победу и общее развитие. Огнеметчик. Был и нету. Хорошо. Лазерная турель тоже разваливается под нашим натиском. Достраиваемся и уже не будем терпеть. Это кейлерское нашествие. Заезжаем с этой стороны. И с этой стороны. Тихо. Пока рано, рано, рано. А вот теперь в самый раз. А рано? Там просто ракетница. Ее надо бы отключить. Не пускай вперед ремонтника. Как же он стремится погибнуть-то, а? Ладно, ладно. Можно и так. Это тоже работает. Ой-ой-ой. Здесь всего две пушки и они нам не должны доставить неприятностей. Тихо-тихо. Что ж у вас так много вылезло от этого? И всех одновременно. Ну ладно, с этим разобрались. Неожиданно кейлер начал строиться массово. Ну и все. Сейчас накинемся на остатки. Здесь нас должно охватить. И тут вылазит, значит, из кейлерской базы 10 хлопушек. И такие, нет, ты не прав. Я бы удивился. Ну вот, все. Спокойно захватываем базу. Что ж, можно сказать, карта пройдена. Надеюсь, видео вам понравилось. Но если так, поставьте лайк, прокомментируйте. Мне это очень приятно и отлично мотивирует снимать новые серии как можно чаще и делать их как можно лучше. А для тех, кому видео особенно понравилось, всегда можно поддержать любимый канал Денежкой по ссылке в описании. Жду вас в новой серии Космических Рейнджеров. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok